Окончание реконструкции здания школы-интерната Кадетский корпус многие ждут с нетерпением. Родители и преподаватели пристально наблюдают за ходом работ, советуются со специалистами, обсуждают планировку кабинетов, а также выбор цветовой гаммы. Активисты партии «Единая Россия» также посетили стройку, чтобы лично убедиться, что здание успеют сдать в срок. Я думаю, что все будет именно так, как заложено у них в программе. Классы большие, светлые, просторные. Также нам сегодня сказали о том, что у них появился отдельный кабинет психолога. Ранее такого не было. К обходу присоединились муниципальные депутаты Алексей Федоров и Руслан Шаипов. По классам прошлись, посмотрели цвета, которыми окрашены стены, выбор краски. Все соответствует нормам. Здание, внутренние помещения приобретают совсем иной красивый вид. Конструктивно заменили инженерные сети. То есть теперь, по сути, это новое здание, новое строение с новой инженерией. Будет современным, будет удобным для обучающего персонала, для учебного процесса. В школе-интернате учатся 272 человека. Кадеты проходят стрелковую и строевую подготовку. А после выпуска могут поступить в учебные заведения силовых структур нашей страны. Строители пообещали успеть закончить все работы до конца лета. 1 сентября здание вновь откроет свои двери. Кирилл Петухов, Вильфрид Димковский. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова